Тема сегодняшней лекции – это многопоточность. Вообще, на самом деле, все, что связано с потоками, синхронизацией, мьютексы, блокировки. Какие еще умные слова рассказывали Левоповские? Файберы. Все это у вас рассказывается в отдельном курсе, поэтому в Кокосе про это упоминается совсем немного. Только те вещи, которые связаны непосредственно с низкого уровня взаимодействия на уровне операционных систем. То есть никакой большой теории про разность синхронизации у вас не будет. Будет именно использование инструментов POSIX. Итак, потоки. На самом деле, слово потоки – оно очень плохое. И правильнее это называть преды. Англицизм, конечно, но хорошего перевода на русский язык до сих пор не придуман. Потому что слово поток уже занято. Это слово стрим. Потоки бывают очень разные. В принципе, еще где-то у МГУшников используется терминология нити. Ну, достаточно странная. Еще используется терминология легковесные процессы. Но тоже не очень так хорошо. В общем, просто тред – это тред. Давайте называть их так. Итак, что такое треды? Треды – это просто какие-то задачи, которые выполняются процессором. Либо несколькими процессорами. На самом деле, любой многоядерный процессор с точки зрения логической организации и с точки зрения операционной системы – это просто несколько процессоров одинаковых, даже несмотря на то, что они находятся все на одном кристалле. И что есть у каждого треда? У каждого треда есть свое состояние процессора, то есть текущая выполняемая инструкция, набор регистров, состояние процессора, находится ли он в привилегированном режиме, либо нет, набор флагов. Но еще плюс у каждого треда есть своя небольшая область памяти, которая называется стэк. Каждый тред – это отдельная задача. Они выполняются независимо друг от друга, могут выполнять какие-то функции. Соответственно, для выполнения функций нам нужно где-то хранить адрес возврата, и для этого как раз нужны… Нам нужен стэк. Ну, опять же, функции могут быть локальные, переменные. И вот в чем принципиальное отличие тредов от потоков? Если когда мы… тредов от процессов. Когда мы говорили про процессы, то я постоянно упоминал о том, что это что-то самодостаточное, изолированное, и между собой процессы могут общаться только посредством ядра. Вот с потоками это немножко не так, потому что все потоки в рамках одного процесса, они разделяют одно и то же адресное пространство, у них могут быть общие файловые дескрипторы, ну и все атрибуты процесса, они распространяются в том числе и на потоке. Вот когда мы запускаем какой-то процесс, то мы уже запускаем одну задачу, это самый первый поток, который у нас выполняется. Он начинает выполнять функцию подчеркивания start, которая в свою очередь начинает выполнять сишную функцию main, либо плюсовую функцию main, либо ни то, ни другое, если у вас программа на Pascal. Далее, вот есть некоторая точка входа подчеркивания start, которая начинает выполнять именно самый первый поток. При этом этот самый первый поток может создавать новые потоки в программе. В свою очередь, каждый вновь созданный поток тоже может создавать еще какие-то потоки. И получается, что вроде как что-то похоже на организацию нескольких процессов, но тут есть одно важное принципиальное отличие. Когда мы говорим про процессы, мы можем посмотреть на дерево процессов, кто для кого является родителем. В случае смерти какого-то узла в дереве процессов, у нас его дочерние процессы переподвешиваются на корневой процесс. Вот с тредами это все не так. У нас, конечно, запускается какой-то тред при запуске процесса, но этот тред совершенно равноправен со всеми остальными тредами, которые он запустил. И, в принципе, возможна ситуация, когда у вас главный тред завершился, но программа еще не завершилась. И между тредами, в отличие от процессов, нет такого понятия, как один тред является родителем другого. Они все являются равнозначными. И вытворять могут все, что угодно. Когда вы завершаете работу программы с помощью системного вызова exit, либо функции exit, и есть еще системный вызов под названием exit group, если вы посмотрите вывод команды strace на какую-нибудь программу, которая завершает корректную свою работу, то иногда вместо системного вызова используется стильный вызов exit group, вопрос, который завершает работу всех тредов, то у вас завершается работа сразу всех потоков. Есть аналогичная функция, которая называется pit thread exit, которая завершает работу только текущего потока. Ну, давайте посмотрим, что будет, если мы запустим какие-то треды, заодно посмотрим на API для их создания, и потом завершим какую-то их работу. Итак, как у нас вообще выглядит создание тредов? Тред должен выполнять какую-то функцию. Стандартная сигнатура для функции в POSIX – это функция, которая принимает единственный аргумент по размеру с машинное слово, вводит звездочка. Это может быть либо указатель на какой-то контекст, с которым должен работать тред, либо просто какое-то произвольное число по размеру, не превышающее размер машинного слова. Ну и функция thread возвращает, опять же, что-то по размеру, не превышающее, чем размер машинного слова. Просто функция, которая принимает ровно один вход и имеет ровно один выход. Все. И эту функцию нужно скормить функцией P-thread create, которая создает новый поток выполнения, в котором выполняется та функция, которую мы ему передали. В курсе Липовска вы, наверное, на плюсах пишите. Так, у вас там std thread используется или самописное что-то? То и другое. В общем, на std thread все то же самое, только это все запускается через конструктор. P-thread. В общем, создание – это просто создание потока с какой-то функцией. Ничего сверхъестественного здесь нет. Ну и мы можем сделать такую вещь, что мы запускаем какую-то программку очень простую, в которой каждый thread что делает? Он просто выводит свой номер и спит одну секунду, потом все повторяет. Это просто демонстрация того, что thread действительно работает. Итак, компилируем это все. Так, я это компилирую под маком, поэтому здесь опция командной строки немножко нестандартная. Под Linux тут надо еще написать хорошему опцию минус P thread. Под маком и под BSD она просто игнорируется. Так, вот мы хотим запустить 10 потоков. Запускаем. Что мы получаем в выводе? Запускается поток 0, 1, 2, 3. Так, и все. Запускаем еще раз. Уже лучше. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Давайте еще раз попробуем. 0, 3. Кто-нибудь может объяснить этот эффект? Да, вот что у нас происходит с созданием thread? Здесь у нас, вот я не просто так закомментировал строчку. Мы запускаем 10 thread. Thread начинают работать независимо друг от друга с разной скоростью. Все, мы уже не можем гарантировать строгий порядок вывода, который у нас получается. От каких условий зависит, с какой скоростью выполняются thread? Ну, условий очень много. У нас программа, она, как правило, в Unix многозначной системе живет не сама по себе. Есть еще куча других процессов. Тот же Zoom сейчас делает видеозапись. И иногда, когда я мало говорю, он, наверное, мало ресурсов расходит. Когда много говорю, расходует много ресурсов. И это тоже влияет на все thread'ы внутри программы. То есть у нас есть никакой гарантии, что thread'ы будут работать хоть с какой-то одинаковой скоростью и с каким-то предсказуемым поведением, если не использовать их синхронизацию. Почему у нас все завершается? Ну, давайте посмотрим на функцию мы, которая, вообще говоря, возвращает целочисленное значение. Даже несмотря на то, что я не написал никакой return, есть исключение в стандартах C и C++, когда функция может не возвращать значение, даже если это объявлено ассигнатурой. Это в том случае, если функция называется мы. В этом случае компилятор здесь подставляет явным образом значение return 0, то есть вернуться с кодом возврата 0. И после того, как запущено несколько thread'ов, которые начали независимо друг от друга что-то выполнять, и мы видим результат их работы, тот thread, который запустил все эти thread'ы, то есть самый первый, он доходит до конца функции main, потом результат работы функции main передается, обрабатывается из функции подчеркивания start и вызывается системный вызов exit, который, в свою очередь, завершает работу сразу всех thread'ов внутри нашего процесса. Если я хочу просто запустить какое-то количество потоков и завершить функцию main, есть легальный способ это сделать. Мы можем внутри любой функции, внутри любого thread'а завершить его работу двумя способами, либо дойти до конца выполнения и вернуть какой-то результат, либо по аналогии с функцией exit мы можем просто из любого места нашей функции, либо из любого места любой другой функции, которая вызывается из функции обработчика thread'а, вызвать некоторый аналог, функцию exit, но уже не для процесса целиком, не для программы, а именно для конкретного thread'а, который завершит только текущий поток. В том числе это применимо и к главному thread'у, который выполняет нашу функцию main. И если вот я раскомментирую строчку thread' exit в самом конце, теперь у меня функция main завершит свой поток, но все остальные запущенные потоки продолжают работать. Если какой-нибудь из потоков вызовет теперь системный вызов exit, тогда работа программы завершится. Ну, либо точно так же я могу просто послать обычный сигнал. Этот сигнал дальше обрабатывается случайным образом в одном из thread'ов и приводит к завершению работы всего процесса. Вот у всех thread'ов есть общее адресное пространство. Напомню, что в классическом случае у нас в самой нижней части адресного пространства есть небольшой участок, заполненный нулями. Дальше располагается сама программа, которая состоит из секции кода, секции констант, секции данных. Дальше снизу вверх растет куча, если она нужна. А где-то в верхней части адресного пространства у нас располагается, ну, если считать только пространство пользователя, а не пространство ядра, это разделяемые библиотеки, как минимум стандартная C-библиотека для большинства программ. А дальше сверху вниз растет стек. Причем размер стека у нас обычно фиксирован, и память уже считается выделенной до начала работы функции подчеркивания ста. Тем не менее, у каждого треда, который работает в рамках одного процесса, есть свой стек. И где эти стеки находятся? Они располагаются тоже в верхней части адресного пространства, но особенность в том, что мы можем запускать новые треды в произвольный момент времени. А еще мы в произвольный момент времени можем загружать какие-то дополнительные динамические библиотеки. То есть совершенно не обязательно наша программа должна быть скомпонована с какими-то библиотеками, чтобы их использовать. Ну, классический пример – это слово Python вас не должно смущать, у вас, по идее, он будет. Вот слово Python, интерпретатор Python, который загружает какие-то дополнительные модули, эти модули, в свою очередь, могут использовать код не только написанные на Python, но и на языке SC, ну, и вообще любая система плагинов. И, соответственно, они тоже динамически в произвольный момент времени подгружают какие-то библиотеки. И в общем случае, что у нас находится в верхней части адресного пространства, считается неопределенным, потому что стеки разных потоков могут чередоваться с разными динамическими подгруженными библиотеками. Да, кстати, напоминаю, что вот картинка, которую сейчас привожу на этом слайде, это классическое размещение процесса в виртуальном адресном пространстве. Потому что у нас еще бывает Ubuntu, Debian. В чем особенность дистрибутивов? Кто помнит? Да, там всякие нескучные обои разноцветные. А еще, ну, не совсем засвещенные, там по умолчанию работает разномизация размещения процесса в адресном пространстве. То есть, на самом деле, ядро Linux уже очень давно поддерживает эту технологию, когда можно процесс разместить не по фиксированному адресу, а выбрать случайное место в памяти при запуске и разместить разместить исполняемый файл туда. То же самое можно, в принципе, делать и для библиотек. Но для того, чтобы любая программа могла быть размещена в произвольном месте, она должна быть скомпилирована с поддержкой независимого, независимого, позиционно-независимого кода. И в некоторых дистрибутивах программы компилируются без поддержки позиционно-независимого кода. В некоторых дистрибутивах, например, Debian и Ubuntu, они по умолчанию собраны с поддержкой оппозиционно-независимого кода. То есть это фактически опция компиляции. И поэтому размещаются случайным образом. Так, вот давайте чуть более крупным планом рассмотрим, что у нас из себя представляет верхняя часть адресного пространства, там, где стек. У нас есть стек самого первого треда, совпадающий со стеком программы. Обычно по умолчанию его размер 8 мегабайт. На самом деле вы можете это настроить до запуска программы, используя команду Ulimit. И размер стека вы можете варьировать. На самом деле 8 мегабайт – это очень много для стека. Я не помню, показывал вам или нет. В своей группе я, наверное, показывал точно, при каких размерах стека у нас система остается работоспособной. На самом деле, если уменьшить размер стека до 256 килобайт, то можно даже продолжать успешно запускать Firefox. Google Chrome уже не хочет. То есть на самом деле 8 мегабайт – это более чем достаточно. Вообще стек можно увеличить достаточно сильно, только непонятно, зачем это нужно. Очень редкие ситуации, когда это может понадобиться. В отличие от кучи, стек всегда у нас считается выделенным в начальном моменте времени. И когда мы запускаем новый тред в рамках одного процесса, у нас появляется еще один новый стек. По умолчанию его размер равен размеру треда стека для основного треда. Хотя это можно, конечно, понимать. И вот есть еще одна маленькая особенность, что между стеками, которые стоят рядом, размещаются небольшие участки памяти минимально возможного размера, минимально возможный адресуемый участок памяти, который может иметь какие-то обособленные атрибуты – это одна страница. Размер страницы в большинстве архитектур – 4 килобайт, которые называются защитными страницами. Еще иногда их называют канарейками. Канарейка – это птичка такая, желтенькая, да. Вот зачем нужны канарейки? Кто вообще слышал слово «канарейка» применительно к айти? Да, применительно к айти. То, что это птичка, вы, наверное, знаете. Причем здесь птичка. Птичка – это при том, что канарейки существуют очень нежные, и поэтому они когда-то очень активно использовались в качестве расходного материала, в угольных шахтах. То есть садят клетки с канарейками, если вдруг возникает загазованность, повышенный уровень метана, что происходит с птичками? Они отправляются куда-то там к своим прапраптичкам. И это хорошо заметно, поэтому это индикатор. То есть до тех пор, пока не изобрели электронные газоанализаторы, очень активно в шахтах использовали вот этих вот птичек. Какое это отношение имеет к айти? Имеет отношение следующее. У нас могут быть ситуации, когда переполнение стека, выход за границу чего-нибудь, случайно потерли не ту память. И что мы можем сделать? Мы можем в определенные участки памяти, неиспользуемые, прописывать некоторые целочисленные значения. Например, заранее известное какое-то случайное значение, либо посчитанный хэш для определенной структуры. В общем, какие-то осмысленные данные небольшого размера. Для того, чтобы периодически проверять целостность данных, и в случае, если данные перестали быть целостными, считать, что что-то у нас пошло не так, и целостность программы нарушена. Так вот, в ядре реализована поддержка механизма, похожего немножко на канарейки, только немножко в более жесткой ситуации. Между стеками выделяется небольшая область памяти размером с одну страницу, которая недоступна вообще. То есть область памяти для стека имеют атрибуты страниц, доступ на чтение и доступ на запись, а защитные страницы не имеют вообще никаких прав. То есть любая попытка прочитать данные, записать данные, либо пытаться их выполнить, приведет к ошибке, нарушению сегментации. Для чего это нужно? Представьте ситуацию, что у вас какая-то функция, запущенная в одном из потоков, начинает рекурсивно сама себя вызывать. Что у вас произойдет? Стек-Оверфлоу – известная ошибка. Если у вас программа однопоточная, ну, казалось бы, стек-Оверфлоу, да, вы просто добрались до границы стека, все, вас прибили. В случае, если у вас программа многопоточная, то ситуация переполнения стека может привести к неопределенному поведению. Потому что вы можете добраться не до того, что стек закончился, а задеть память другого потока, и если система на это никак не отреагирует, то что будет происходить с другим потоком, память которого вы попортили, это загадка природы. И защитная страница – это некоторый простейший и фактически бесплатный механизм для того, чтобы предотвращать ситуацию с переполнением стек. Понятно, что это все-таки неполноценная такая панацея защита. Можно придумать ситуацию, когда вы просто объявляете какой-то огромный массив на стеке, дальше обращаетесь к очень большим индексам этого массива, который просто задевает память другого потока, но не попадает на защитную страницу, и такой механизм, такая канарейка вас не спасет. Вот размеры стеков, какие у нас возможны. Стек не бывает дулевого размера. Максимальный его размер 8 мегабайт, точнее, не максимальный, а стандартный 8 мегабайт, можно делать 32. Вот граница снизу, она достаточно четко обозначена. В Linux это 16384 байта. Никого не смущает, что такое странное число. Это почти 16 килобайт. То есть примерно 4 страницы памяти за вычетом 128 байт, которые для архитектуры x864 считаются специальной гарантированной зоной, куда не будет попадать стек обработчика сигнал. Да, вот в отличие от стека, защитные страницы можно все-таки полностью убрать, сделать их нулевого размера. Так, вот давайте подытожим. У нас есть процесс. В рамках процесса вы запускаете какого-то количества тредов. Они же потоки, они же нити, они же просто треды. И все это у нас работает либо на одном процессоре, либо на нескольких процессорах. И между разными задачами планирующих заданий периодически переключается. То есть у нас есть приоритеты, как у процессов, так и у всех тредов, которые в рамках этого процесса выполняются. И если вам не нужно делать никаких осмысленных действий, например, вы ждете, пока появится что-нибудь в другом треде, вы можете принудительно передать управление другому треду с помощью системы вызова Shed Yield. Вы уже, наверное, сталкивались с ним раньше, когда писали что-то для процессов, для того, чтобы передать управление другому процессу. Так вот, на самом деле, Shed Yield работает не только между процессами, а между задачами в целом. А это могут быть как процессы, так и треды. Естественно, тредов может стать очень много. Планировщику задач поплохеет, система будет сильно нагружена, и надо как-то уметь это лимитировать. Если количество процессов мы худо-бедно умеем лимитировать с помощью команды U-Limit, то с тредами, на самом деле, примерно все то же самое. Но тут есть одна очень важная особенность. Есть некоторая путаница, которая нигде не прописана. Не в money на U-Limit, хотя в money, может, конечно, и прописано, но в help точно нет. Что именно он ограничен? Вот U-Limit позволяет установить ограничения на максимальное количество процессов для одного пользователя в текущий момент времени. По крайней мере, так написано во всех классических Unix учебниках. Но на самом деле, это не количество процессов, а суммарное количество тредов во всех процессах пользователя. Для однопоточных программ у нас есть строгое соответствие, что один процесс – это один тред, но, опять же, внутри процесса у некоторых программ могут быть несколько тредов, их может быть много. Более современный способ как-то ограничивать количество тредов – это использовать контрольные группы. И если первая версия C-групп была достаточно замороченная, то вторая достаточно приятная уже. Там есть ограничения немножко разные. Они могут быть как на количество процесса ID, так можно и прописать отдельное максимальное количество задач. И C-групп, опять же, вы можете более тонко настраивать поведение вашей программы, какие у вас лимиты могут быть. По умолчанию… Так, вообще, кто-нибудь помнит, что это контрольные группы C-групп? Это такая древовидная файловая система, где процессы объединяются в группы, внутри каждого процесса есть в файловой системе куча файликов, куда можно прописывать разные ограничения. Когда вы создаете дочерние процессы, они находятся в той же самой группе и могут при этом создавать подгруппы, объединяться. В общем, появляется такая иерархическая система ресурсов. Так вот, по умолчанию треды находятся все в одной группе того процесса, в котором они работают, но это можно перенастроить, файлик C-групп-тайп прописать в трейд вместо думаем, и так вы можете на каждый тред создавать отдельное поддерево файловой системе и для каждого треда ID прописывать какие-то свои отдельные ограничения по памяти, по использованию процессов времени и так далее. Итак, процессы – это что-то, что полностью изолировано друг от друга, в то же время треды работают в едином адресном пространстве. Вот и процессы, и треды часто используют как механизм для того, чтобы распараллелить выполнение какой-то задачи. Например, у вас есть огромный кусок данных, зачем нам может понадобиться несколько тредов или несколько процессов? Просто для того, чтобы использовать полноценно ваш процессор, в котором меньше двух ядер, но вряд ли вы уже где-то стрелите, даже в мобильных телефонах. И для того, чтобы задействовать все ядра или все логические процессоры, вам нужно программу распределять либо на процессы, либо на треды, в общем, на разные задачи. Вот с процессами их назначение основное – это понятно, это запуск отдельных программ, которые не мешают, но с точки зрения распараллеливания они уже становятся неудобными. Потому что если у вас задачи, подзадачи не являются полностью независимыми друг от друга, то между ними нужно как-то организовывать взаимодействие. И есть разные способы межпроцессного взаимодействия, разделяемая память, пайпы и все остальное. Но опять же, это лишние затраты, как с точки зрения труда программиста, особенно по части отладки, потому что отлаживать, дебажить межпроцессное взаимодействие – это удовольствие не из приятных. Во-вторых, все это взаимодействие обычно еще требует участия ядра, и это уже дополнительно кладные расходы. В то же время треды работают, поскольку в едином адресном пространстве вы можете творить все, что угодно, это происходит достаточно дешево, но опять же, это не дается совсем бесплатно, и если какой-нибудь хотя бы один тред в рамках нового процесса сделает что-нибудь нехорошее, попытается разыминовать, например, нулевой указатель, что у нас произойдет? У нас грохнется просто весь процесс телеком. Как этот механизм работает? Что значит процесс грохнется, когда попытается разыминовать нулевой указатель? Это значит, что ядро пошлет ему сигнал нарушения сегментации. Этот сигнал придет не конкретному процессу, не конкретному потоку, он придет всему процессу, ну и результат предсказуем. Так, что есть общего у всех тредов? Ну, поскольку они работают в рамках нового процесса, у тредов общий процесс ID, parent ID, у всех тредов общий текущий каталог, то есть если вы напишете две функции, которые работают в разных потоках, и какая-то одна из функций делает change directory, а другая функция пытается найти файл по относительному имени, а не по абсолютному, то ничего хорошего из этого, очевидно, не выйдет. Файловый дескриптор тоже общий, то есть вы можете открыть какой-то файловый дескриптор в одном файле, в одном треде, использовать в другом. Ну, этот эффект, например, может быть использован для того, чтобы создать либо pipe, либо socket pair, для того, чтобы организовать какое-то последовательное общение данными между разными потоками. В то же время у каждого треда есть, по аналогии с Protoss ID, свой уникальный тред ID, это целое число, свой стэк, и, как ни странно, есть еще свой отдельный стэк для обработки сигнала. Зачем это нужно? Ну, потому что к нам, когда прилетает сигнал, он обрабатывается все-таки не в каком-то там абстрактном месте, он обрабатывается одним из тредов. И тут уже возникают некоторые проблемы, связанные с тем, что весь API-юник-систем проектировался еще тогда, когда не было никаких многоядерных процессоров. В частности, одна из проблем – это глобальная переменная ERNO, которая хранит код ошибки последней неуспешной выполненной операции. Большинство системных вызовов POSIX возвращает просто значение минус один как признак ошибки, а что именно за ошибка – это как раз ERNO. Так вот, на самом деле это никакая не глобальная переменная. Если посмотреть на реализацию из GLEP-C, что такое ERNO – это просто оформленный в виде переменной, чтобы без скобочек можно было вызывать, макрос, который просто вызывает некоторую внутреннюю функцию, которая в свою очередь для каждого из тредов возвращает свое уникальное значение кода ошибки. Потому что треды выполняются неизвестимо друг от друга, могут выполнять какие-то системные вызовы, и ошибки могут быть разными в разных тредах. Как создаются потоки? Одним из двух способов. Есть белая сторона – это POSIX, причем неважно, Mac, Linux, DSD. Там API для работы с тредами одинаковый. Называется POSIX тред. Поэтому называется функция, вот вы спрашивали, что буквы P означает? Это как раз слово POSIX. Есть еще и темная сторона. Это кое-где POSIX тред не поддерживается. Там нужно использовать всякие функции вида created thread, подключать файл заголовочный окошки.h. В общем, не будем это обсуждать. Винопи – это вообще столько всего интересного. С одной стороны, казалось бы, оно было логичным в 90-е годы, и можно понять логику, но сейчас можно почитать, зайти на docs Microsoft.org и посмеяться. Да, про это я сейчас чуть позже скажу. Сигналами там отдельная заморочка. Так, насчет POSIX. Вот когда я показывал вам, как скомпилировать код, я сделал оговорку, что я это компилирую на Mac, и по-честному под Linux надо писать еще одну опцию. Тут есть одна особенность, что под Linux здесь API для работы с POSIX. Он реализован в отдельной библиотеке, которая называется leakythread.so. Валяется где-нибудь там в слэш-лип, либо слэш-лип, там еще куча там префиксов, типа I386 там подкатал. В общем, ищется поиском в разных дистрибутивах по-разному. Это библиотека, которая содержит все функции для работы с потоками, но и не только с потоками, а также с разными примитивами для синхронизации, например, семафор и мьютексы. Так вот, и POSIX create – это на самом деле никакой не системный вызов. Это всего лишь функция-оболочка, которая вызывает системный вызов-клон с кучей разных аргументов. Вот слово клон вы уже, наверное, стучали, например, в контрольный. Концент пришел семейство. Да. Тогда системный вызов-клон отображался, как использовался как системный вызов для создания новых процессов. На самом деле, он универсальный, у него куча параметров, можно создавать не только новые процессы, но и новые тренды. Поэтому, если вы, например, исследуете поведение вашей программы с помощью команды PS-трейс, который отображает список системных вызовов, которые выполняются в вашей программе, не удивляйтесь, если вы часто будете встречать это слово, потому что клон вообще используется не только как аналог форка, но и если у вас создаются тренды, то косвенно вызывается из функций PS-ред-кей. Еще одна особенность Linux, связанная с тем, что функциональность работы с потоками реализована в юзер-спейсе, а не в ядре, это сигналы реального времени. А именно, я как-то уже говорил, что в Linux константа Sigart.bin начинается с 34, а не с 32, как в других юних системах. Хотя сигналы с номерами 32 и 33, они также являются полноценными сигналами реального времени. Из-за чего такое происходит? Потому что два сигнала реального времени используются как раз библиотека и PS-ред для внутренней координации потоков между собой. Например, для отправки запроса на остановку. Так, ну то есть у нас есть библиотека в Linux и в macOS либо во FreeBSD эту библиотеку не нужно подключать. Хотя насчет FreeBSD я уже не помню, в Mac точно не нужно. Казалось бы, под Linux как у нас линкуется все с библиотекой. Минус L маленькая и название библиотеки без префикс Alive без уффикса .iso. При этом чаще используется немножко другая запись просто минус PS-ред это отдельный флаг специальный для компиляторов RSI и CELAN который означает, что в некоторых архитектурах например Linux нужно отдельно линковать библиотеку POSIX threads в некоторых других операционных системах например macOS этого делать не нужно. То есть это некоторые опциональные параметры. Так, ну если абстрагироваться от POSIX API и все-таки думать о том, что у нас бывает система под названием Windows и не только POSIX системы и под них как-то тоже хочется писать многопоточные приложения то тут у нас есть стандарты языков C и C++ и например в C++ начиная с стандарта 2011 года появился такой стандартный класс SDS thread который вы все знаете там в конструктор можно передать функцию плюс параметры и именно в момент вызова конструктора странная логика конечно, но тем не менее у вас начинает выполняться новый thread и эта штука работает везде одинаково на всех платформах где гарантируется поддержка стандарта C++ 11 и выше почему бы не использовать всегда просто эту функциональность зачем вам нужно знать какие-то там POSIX threads и все остальное потому что язык C++ у нас изобилует всякими абстракциями и что такое thread на языке C++ это просто некоторая абстракция чтобы удобно легко и просто запускать новые задачи но при этом запускать одинаково хорошо на разных операционных системах и поэтому функционально это содержит только самый минимум который поддерживается всеми операционными системами то есть если используя POSIX threads вы можете тонко настроить например размер стека размер guard page то на плюсах вы это сделать в принципе не можете у вас есть только дефолтный std thread и все ничего тут вы не поделали есть еще язык C и в стандарте языка C 2011 года тоже появился класс ну не класс точнее а модуль для работы с thread и что удивительно сейчас уже какой у нас 2022 год наступил стандарт 2011 года до сих пор в компиляторах эта функциональность нереализована одной простой причине она никому не нужна когда у вас есть POSIX threads зачем нам еще придумать какой-то новый велосипед так и в потоках вы можете делать все что угодно неравнозначные но когда у вас программа многопоточная иногда надо думать не только о синхронизации но и о том что нужно аккуратно пользоваться какими-то другими системными вызовами которые тоже что-то порождают в частности есть известная проблема связанная форком а именно что что делает форк он создает копию процесса но что именно считать копией он создает копию адресного пространства и вот когда проектировали систему Unix 70-е годы опять же не задумывались о том что когда-нибудь появится поток поэтому форк после того как он скопирует виртуальное адресное пространство начинает выполнение новой задачи одной задачи даже если в исходном процессе у вас было много тредов что при этом происходит мы скопировали память всех тредов процесс как бы находится в том же замороженном состоянии и текущий тред который вызвал форк продолжает выполняться но тут могут возникнуть какие проблемы например у вас могут быть какие-то мьютексы либо семафоры которые уже залочены были залочены в предыдущем процессе каким-то другим потоком и в новом процессе они никогда не будут разблокированы потому что других потоков просто нет осталась их память и все но не более того да после форка работает только один тренд хотя да который вызвал какая тут еще возможно проблема которая приводит к дедлоу ну например у вас могут быть какие-то пайпы сокет пэйры каналы если говорить про язык го из которых вы тоже можете попытаться что-то прочитать после форка но опять же никто вам не запишет вы получите дедлог поэтому ну например вы могли сделать пайп использовать пайп между двумя трендами и соответственно после форка то есть нормальная история использования пайпов есть два треда один читает другой пишет вы из того треда который занимается чтением сделали форк потом пытаетесь прочитать что-то из пайпа никто вам уже ничего не пишет и получите дедлог то есть такие ситуации могут приведить к дедлогам и на самом деле к этим дедлогам могут проводить весьма неочевидных ситуациях особенно когда кодовая база у вас большая особенно если это плюсы с кучей абстракций например вы можете вызывать какой-то метод банальный геттер какого-то класса ни о чем не подозревая что внутри этого класса у вас может быть попытка заблокировать какой-нибудь mutex который был уже заблокирован поэтому что можно безопасно делать после форка вот самое безопасное после форка сразу же сделать экзек тогда мы просто грохнем все адресное пространство которое у нас было забудем про все блокировки и заменим наш процесс на какую-то другую программу вот кстати по этой причине да есть разные языки программирования хорошие python go-lang darts в конце концов и у многих современных языков программирования есть какой-нибудь модуль стандартной библиотеки который содержит функции для работы с операционной системой почти в полном составе как присмотрен стандартом позикс так вот нигде вы не найдете аналога форк из корня в языках программирования просто по одной причине что если у вас есть какой-то рантайм какого-то языка программирования то скорее всего там будет как-то задействована многопоточность под что-нибудь и использование форк это опасно чревато всякими хорошими футблок и вместо форка обычно есть что-нибудь типа запустить новую программу кучей параметров по виндовсом я кстати не только другим языкам программирования относится к разным фреймворкам на си на плюсах так теперь немножко про сигналы вот как я уже говорил у каждого треда есть свой стэк для обработки сигналов и что у нас происходит когда прилетает сигнал у каждого процесса есть маска сигналов ожидающих доставки у каждого процесса но не у треда в то же время есть еще такое понятие как маска сигналов то есть фактически это некоторый фильтр который блокирует доставку определенных сигналов которые нам могут послать так вот в отличие от маски сигналов ожидающих доставки маски сигналов которые выполняют роль фильтрации они могут быть разными у разных тредов и что происходит когда к нам прилетает какой-то сигнал который никакой маски не перехвачен ни одного треда этот сигнал начинает обрабатываться в этом процессе и в каком-то из тредов в каком а вот кому повезло кто-то начал его выполнять то есть как у нас работает обработка сигналов на низком уровне планировщик заданий выбирает очередной процесс внутри процесса есть какой-нибудь текущий поток который нужно выбрать он его выбирает дальше смотрит на маску сигналов ожидающей доставки если у нас есть сигналы не обработанные то вот в том же треде который планировщик всегда не выбрал начинается обработка обработчика сигналов и в общем случае в каком из тредов у вас будет выполняться это не предсказуемо в любом тем не менее вы на каждый тред можете навешивать свою маску сигналов и это бывает полезно для того чтобы например в своем приложении с огромной логикой разросшиеся выделить просто отдельный тред который будет заниматься только обработкой сигналов больше ничем как это сделать на все треды навешать маски сигналов которые все блокируют на один из тредов навесить маску которая разрешает приставку сигналов до этого треда все равно будет доходить исполнение и поскольку он единственный кто может принимать сигналы то он и будет обрабатывать все сигналы не будет мешать другим тредам вот треды у нас можно запустить в какой-то момент треды заканчиваются могут выполнять какие-то побочные действия хулиганить мешать друг другу и по хорошему вообще любой запущенный тред самостоятельно должен завершиться то есть нужно предусмотреть в своей многопоточной программе какой-то легальный способ чтобы дать треду это возможно что будет если все-таки нам нужно принудительно прибить какой-то тред который уже выполняется например сделать аналог килл системный вызов килл или команда килл она прибивает процесс целиком и процесс например который стал всем мешать он больше никому не мешает что-то похожее есть и у тредов вы можете не всегда конечно но достаточно часто остановить тред хотя это плохо но представьте себе что у вас есть многоядерный процессор и одно ядро процессора начинает тупо выполнять инструкции jump to что-нибудь все как вы можете его остановить можно ли это сделать но только выполнить какое-то прерывание поэтому поэтому ситуация с остановкой какого-то произвольного треда она вообще говоря не гарантирует что как только вы нажали на красную кнопку тред тут же завершится треды могут завершаться в одном из двух случаев я имею ввиду что завершаться недоброволь либо они наступили на какую-то точку под названием точка останова вот если открыть седьмой раздел man в linux в маке кажется нет то который описывает всю технологию связанную с позик стресс то тут есть интересный список функций фактически это почти все системные вызовы которые называются cancellation points как у нас вообще работает cancellation points фактически у нас какой-то поток начинает выполнять какой-нибудь системный вызов и первым делом что происходит проверяется нужно ли вообще дальше поток выполнять или нет и если не нужно выполнять поток тут завершает свою работу может быть ситуация когда поток просто что-то делает и никогда не вызывает системный вызов это более сложная ситуация тут поток остановить уже сложнее то есть мы не можем другому ядру процессора просто приказать перестань выполнять этот поток но здесь можно прервать только сигналом поскольку у нас есть аппаратное прервание по таймеру которое периодически получает процессор и соответственно перед тем как продолжить выполнение нужно проверить а действительно нужно выполнять фактически у нас механизм сигналов так работает и второй способ как раз позволяет хотя опять же не мгновенно все-таки поток остановить то есть если вы хотите остановить поток есть два способа способ по умолчанию это дать возможность потоку остановиться на некоторый канцелейшн поэт либо если поток разрешил да есть два системных вызова один указывает можно ли поток завершать либо нельзя а второй каким образом это работает либо через точки останова либо принудительно по умолчанию работать через точки останова все-таки это можно сделать для того чтобы иметь возможность например отменить какую-то длительную операцию открывайте фотошопе файл на 4 гигабайта что у вас происходит открытие вы можете комментировать кнопочку cancel если вам надоело ждать хотя лучше это сделать совершенно по-другому да пистолет cancel это принудительная остановка лучше это делать все-таки непринудительно например иметь какой-то булев флаг который из вашего потока отдельного этот флаг например проверяется почему очень плохо принудительно завершать работу какого-то потока потому что у вас могут остаться какие-то неосвобожденные ресурсы и это может быть не только утечки памяти более страшно что при многопоточном программировании вы наверняка будете активно использовать какие-то объекты синхронизации мьютексы и семафоры и если утечка памяти ну хорошо она имеет свойство накапливаться да нехорошо расходовать память тем более что курс доллара у нас резко подскочил и оперативка подорожала вот с мьютексами и семафорами тут еще сложнее потому что если вы не освободите ресурс связанный с блокировкой какого-то участка памяти то вы можете застопорить все остальные треки и первое правило надо забыть про принудительную остановку это крайне аварийный случай но все-таки если вам приходится к нему прибегать можно зарегистрировать в каждом треде обработчик функция обработчик которая будет выполняться при остановке треда и например принудительно освобождать все ресурсы разблокировать все мьютексы закрывать ненужные файлы в дескрипторы ну и так далее так что еще надо знать про многопоточное программирование у нас бывают всякие разные функции которые могут быть тред сейф то есть потокобезопасными могут быть функции async signal save это функции которые можно использовать в обработчиках сигналов и вообще эти два класса функций не совпадают классический пример функция print puts scan и так далее то есть функции которые взаимодействуют с какими-то глобальными объектами например буфер ввода вывода стандартно ввода вывода stdout и std какие здесь возможные проблемы функции форматного ввода вообще стандартные функции ввода вывода все они являются потоком безопасным почему они сделаны троцейф без всякой реализации дополнительной ну потому что было очень много кода написанным на старом legacy и когда начали портировать на многопоточное окружение то это самый простой способ почему троцейф функции не являются функциями которые можно использовать в обработчиках сигналов потому что они активно используют объекты блокировки для того чтобы не было гонки данных за разделяемые ресурсы а все-таки обработка сигналов у нас происходит не в отдельном потоке и это чревато тем что вы можете просто налететь на какой-нибудь дедлог из обработчика сигнала если будете использовать троцейф хотя некоторые троцейф функции которые например просто не используют глобального состояния и не приводят к проблеме гонки данных их использовать из обработчиков сигнала можно спокойно если сигналы безопасные то ну тоже не факт сейчас хотя нет вот в большинстве случаев да асинхронные сигналы безопасные они обычно являются потокобезопасными но я навряд ли сейчас смогу это доказать скорее просто я не смогу вспомнить примеров когда бы это было не так то есть системные вызовы они как правило являются не только асинхронно безопасными но и потокобезопасными и вот есть еще некоторый способ локализовать какие-то глобальные переменные это ключевые слова thread local C++ и в C просто некоторые дополнительные модификаторы перед именем переменной которые фактически превращают какие-то глобальные переменные в локальные но которые локальные с точки зрения потока то есть они существуют по одному экземпляру на каждый thread хотя обращаться к ним можно из любого места программы просто некоторый другой удобный способ обращения но где реальность жизни в проде такое используется опять же я практически не встречал так и вот тут мы уже начинаем вспоминать про проблему что у нас есть огромное количество какого-то старого нетро цейф кода который нужно как-то портировать хотя бы левой ногой для возможности выполнения на многопоточных системах и почему вообще эта проблема возникла потому что вообще говоря самый первый процессор который начал массово распространяться и при этом содержал больше одного ядра появился только в 2006 году на самом деле до этого были многопроцессорные системы они появились давным-давно ну если говорить про микропроцессорные системы но это еще 80-е годы только они стоили жутко дорого были очень узкоспециализированными и малораспространен и поэтому даже многозадачные системы которые существовали в 90-е годы в начале любых они фактически использовали только один процесс только одно ядро и жесткой проблемы того что у нас могут возникать какие-то блокировки ее просто нет даже если они были они были настолько маловероятными просто потому что у вас некому конкурировать за какие-то ресурсы процессор один у вас да много процессов внутри процессов можно создавать потоков но все они все-таки выполнялись последовательно более того даже когда появились двухпроцессорные двухъядерные процессоры то некоторый софт просто начал работать глючно потому что он никогда до этого не тестировался в реальной поточной среде так вот в 2006 году появляется массовый процессор Intel Core Duo все везде все стало многоядерным многопроцессорным а в то же время код который нормально проектировался под параллельное выполнение и реально был протестирован его фактически отсутствовал и много где ставили заплатки какую заплатку вы можете поставить чтобы программа которая была написана без поддержки многопоточности вдруг стала безопасным для многопоточных исполнителей но поднаставить везде мьютексов и все вот так много где сделали в том числе стандартно C-библиотеки так ну и к чему это привело ну классическая проблема язык питома в котором есть такое понятие как global interpreter лох откуда эта проблема вообще растет проблема корнями растет оттуда что интерпретатор питом он изначально проектировался не для многопроцессовного выполнения потом уже в нем появились появилась функциональность для поддержки многопоточности но тем не менее у нас да что такое многопоточность в питоне она там очень честная то есть действительно когда вы создаете новый тренд в питоне у вас честно создается новый стек у вас честно создается новый тренд ид в общем обычный chewed криет который действительно отдельно выполняется на отдельном библейс процессор как отдельная задача все легально в чем проблема в том что у нас есть ровно один экземпляр интерпретатора который интерпретирует байт-код питом то есть питом у нас сначала текст преобразует байт-код хранит его в памяти кэширует потом байт-код выполняет так вот интерпретатор все это ровно в одном экземпляре у него единое глобальное состояние и сколько нас одновременно может выполняться тогда потоков естественно одну один поток выполняется выполняется только одна программа даже несмотря на то что порождено много остальных трэдов все остальные трэды просто тупо висят на ютексе и ждут пока ютокс разблокируется они смогут выполняться и фактически многопоточная программа на питоне превращается в однопоточный на самом деле здесь есть некоторые исключения когда можно освободить global interpreter log как правило это что-то что реализовано внутри сишных модулей на питоне либо на длительных операциях ввода вывод то есть есть небольшие оптимизации что например когда вы читаете это данные из файла и этот длительный блокирующий вот вывод то временно освобождается блокировка интерпретатора но опять же это единичный случай в целом питон нельзя назвать многопоточным языком программирования модуль мультипроцессинг там существует скорее для того чтобы учить студентов и школьников многопоточным программированием более того если вам действительно нужна параллельная обработка данных на питоне то есть похожий по программный интерфейс модуль который называется мультипроцессинг который честно форкает кучу новых процессов организует межпроцессное взаимодействие хотят делать питоне тем не менее хоть как-то но запускается параллельно так еще один известный программный продукт который тоже исходно проектировался без поддержки многопоточности потом запихали многопоточность это как ни странно ядро операционной системы причем не только linux много операционной системы тут пострадали зачем вообще ядру многопоточность во первых вы можете внутри ядра отдельные подсистемы особенно медленные которые работают с медленными устройствами выносить в обработку отдельными потоком вторая задача зачем может потребоваться многопоточность внутри ядра потому что у вас выполняются разные процессы ранды процессов разные пользовательские потоки и одновременно разным процессом может потребоваться системный вызов но что процесс нам должны ждать пока ядром пообщается другой процесс зачем тоже можно сделать многопоточный обработку и есть такая проблема как большая блокировка ядра генкер на рулок еще иногда встречается технология бигкер на рулок очень страшная штука потому что если у вас процесс процесс родно ядерный то ну ладно это не страшно если вас хотя бы два ядра это сильная просадка в производительности но в опенсорсных системах фрибсд в linux эту проблему решили еще 10 лет назад откуда вообще корни проблемой генкер на рулок держится корни проблемы как правило лежат в какой-нибудь не очень качественно написанном коде который изобилил используем глобальных переменных статических переменных и так далее в основном это были всякие драйверы старинных уже может быть даже не поддерживаемых устройств то есть частично эти проблемы были решены переписыванием частично выкидыванием лишнего но тем не менее в linux и bsd этой проблемы уже не насчет macos не знаю это информации я не нашел нигде в открытой доступе самое последнее упоминание про какие-то проблемы с глобальной блокировкой ядра относится ой стайгер 10-4 но это достаточно старое уже ядро возможно просто apple старается про это не рассказывать если какие-то проблемы действительно есть на самом деле непонятно зачем учитывая что если в опенсорсе 2009 год казалось любезди уже все решили тут же проблемы даже не только в ядре операционной системы а в разных подсистемах там файловая система еще что нибудь то есть если у вас есть хотя бы один модуль ядра который не многопоточный то он может и стать слабым местом производительности захватывать и блокировки так и вообще говоря если немножко вернуться в историю то на десктопах многопроцессорные системы уже существовали в 90-е годы был товарищ из компании apple который решил свалить из компании apple и основал свою компанию под названием bbox которая делала десктопные компьютеры с достаточно симпатичной операционной системой под названием bios в чем особенности компов это были фактически первые доступные десктопные системы с двумя процессами они с одним как тогда это было принято и естественно операционная система уже by design исходно была спроектирована с прицелом на многопоточность да но в какой-то момент ни компания bbox ни процент биос уже не стала царствие небесное зато у нас есть open source в котором много чего живет и есть такая операционная система под названием кайку тоже достаточно симпатичная с точки зрения пользовательского интерфейса которого является дальнейшим развитием идеи bios и даже гарантирует совместимость софтом этой самой bios хотя кому сейчас нужен где исходной этой проблемы не было вообще с глобальной блокировкой ядра и более того если вы поставите себе виртуалку например операционную систему чтобы поиграться залезете список процессов то внутри каждого процесса не только внутри каждого процесса самом ядре вы увидите огромное количество потоков которые доступны отдельным процесс так ну и на этой радостной ноте мы видим многопоточность от бота бруда ли от сбер означает что лекция закончилась